С Рождеством и добро пожаловать на Мировое влияние. Сегодня мы будем говорить о пяти важных уроках, которые нам преподносят история Рождества. Я верю, что Бог будет служить вашему сердцу и коснется вашей жизни сегодня во время этой передачи. Я молюсь, чтобы у вас и вашей семьи праздники были наполнены Божьим присутствием и любовью. Но если сегодня вы нуждаетесь в молитве или вам нужна Божья помощь в какой-то жизненной ситуации, заходите на наш сайт и оставляйте свою молитвенную просьбу. Мы будем молиться за вас, вашу семью и ваш дом. Люди со всего мира пишут нам в течение года, оставляют свои молитвенные нужды, и мы молимся за них. Заходите на сайт и рассказывайте, что Бог делает в вашей жизни. На протяжении программы вы будете благословлены чудесной музыкой в исполнении студентов и даже преподавателей нашего университета Орла Робертса. Я верю, что Слово Божие коснется вас сегодня во время нашего служения. Мы будем говорить о пяти важных уроках, которые нам преподносят история Рождества. Оставайтесь с нами. Я вернусь через мгновение и буду служить вам Божьим Словом. Я вернусь через мгновение и буду служить вам Божьим Словом. Я вернусь через мгновение и буду служить вам Божьим Словом. Божьим Словом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сегодня мы ведем эфир из кампуса университета Орла Робертса. Я буду говорить о пяти уроках, которые нам преподают события Рождества. Первый урок следующий. Малое может быть значительным. Божье слово говорит в книге Михея, пятой главе, втором стихе. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами. Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало одни вечных. Профессор Уильям Олбрайт, основатель библейского археологического движения на Святой Земле, подсчитал, что население Вифлеема во времена Иисуса составляло около 300 человек. Иногда население росло в период праздников за счет паломников, но сам Вифлеем был просто небольшим поселением, совершенно незначительным по сравнению с великими городами того времени, такими как Рим, Афины, Эфиас и даже Иерусалим. Это были великие, мощные города. Вифлеем был по-настоящему маленьким, и, несмотря на это, Бог выбрал его для великих событий. А вот урок, что мы можем понять из истории Рождества. Часто Бог использует небольшие вещи, незначительные ситуации, неважные места, чтобы совершать великие дела, свою славу. Бог всегда с удовольствием использует немудрое, чтобы посрамить мудрое, включая небольшие вещи. Бог использовал две рыбки и пять хлебов, чтобы накормить пять тысяч. Бог использовал облако размером с ладонь, чтобы принести большой дождь во времена Ильи. Небольшой камешек, который использовал Давид, помазанный Святым Духом, поразил Голиафа. Брение из пыли и грязи было использовано для исцеления глаз слепого. Какое послание мы можем извлечь из этого? Не пренебрегайте мелочами. Очень часто небольшие усилия, немного верности, небольшие совпадения, незначительные моменты с Богом дают большие результаты. Бог берет горчичное зерно, оно очень маленькое, и выращивает из него огромное дерево. Итак, не пренебрегайте мелочами. Второй урок, которому нас учит Рождество, в том, что благоволение найдет вас. Пример этого мы можем видеть в жизни юной девушки по имени Мария. В Евангелии от Луки говорится, «Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Она же, увидев Его, смутилась от слов Его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей, «Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и силы Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Юная девушка, подросток, никому неизвестная, живущая в маленькой деревушке под названием Назарет, где-то в захолустье. Никто из ниоткуда. Она была удостоена посещения Богом. Он сказал ей через Архангела Гавриила, что она обрела благоволение в очах Господа. На мой взгляд, послание из примера с Марией следующее. «Когда Бог посылает свою милость, благоволение, улыбку, Он найдет на вас, где бы вы ни находились». Божье благоволение пришло на Марию до так, что она стала Матерью Христа и была почитаема более, нежели любая женщина или девушка в истории человечества. Возможно, вы сегодня чувствуете себя забытым и отверженным, как будто это вы. Никто и звать вас никак. Но Бог знает вас. Если в вашем сердце есть смирение, послушание и готовность исполнять Божью волю, когда вы провозглашаете свою готовность хранить чистоту перед Богом, Его благоволение найдет вас. Много лет я говорю, что благоволение Божие это самая важная вещь в нашей жизни. Важнее богатства, денег, преуспевания и часто даже отношений. Когда на вас есть благоволение, Бог открывает перед вами двери, которые никто не мог бы открыть. Мария нашла благоволение в очах Господа, потому что она была чиста и желала быть послушной Богу. Если и вы чисты сердцем, если желаете быть послушным Богу, Его благоволение найдет вас везде и пошлет вам благословение сверх меры. А вот что говорит Мария в Евангелии от Луки. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». Неизвестная юная девушка из ниоткуда стала самым благословенным человеком во всех временах. Вот и мы спустя две тысячи лет говорим о чистоте этой девушки, о ее желании быть послушной Богу и о том, как Бог благоволил к ней. Благоволение найдет вас. Оставайтесь с нами. Сейчас мы услышим прекрасную песню, а потом вернемся к учению о пяти важных уроках, которые нам несет история Рождества. Мы вещаем из Университета Орелла Робертса. КОНЕЦ 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 Сегодня в программе мы говорим о пяти важных уроках, которые нам преподносит история Рождества в Библии. Первый урок «Малое» может быть значительным. Второй урок, о котором мы говорили сегодня, «Благоволение найдет вас везде, если вы благоугодны Господу». Третий урок, о котором я хочу поговорить сегодня, это «Поклонение стоит усилий». Это урок от волхвов. Писание говорит нам про волхвов. Они были жрицами Заратуштера, вероятно, из Персии. Они были лидерами своего времени. Они изучали звезды, узнавали направления по ночному небу. Среди них были ученые, люди и даже астрологи. Писание говорит, что они увидели звезду и распознали ее уникальность и важность. Так как они были в Персии, а народ Божий иудеи распространился и в той части мира, возможно, они знали Писание, где в числах написано «Восходит звезда от Иакова», что значило приход царя, который будет править над иудеями и израилетянами. Они увидели звезду, они знали, что она уникальна, и они решили следовать за ней. Они были мудры и умны, они были волхвами. И хотя слово «волхвы» однокоренное со словом «волхвовать», эти мудрецы не были суеверными колдунами. Скорее, они были людьми, ищущими знания и истину. Итак, они последовали за звездой. Если они на самом деле были из Персии, то их путешествие было бы длиною в 4000 миль. Верховный верблюдье, оно заняло бы около двух-трех недель. Две или три недели они следовали за звездой, пока не пришли к Иерусалиму. Там они задали следующий вопрос. «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Писание говорит, что эти иноплеменники, эти персияне, эти жрецы Зератуштры, хотели поклониться царю. Они проделали путешествие в 4000 миль, две или три недели верхом на верблюде, для того, чтобы поклониться младенцу, потому что они верили, что он был царем всех царей. Иноплеменники увидели свет Бога и пришли поклониться. И поклонение стоило усилий. Четвертый урок, что мы можем извлечь из Рождества, это то, что радость в Иисусе. Это урок пастухов. Пастухи во времена Иисуса не были элитой. Наоборот, работа пастухом была тяжелой, грязной и плохо пахнущей. Также это была очень скучная, рутинная работа. Тогда не было интернета, не было службы доставки из Вифлеема, они не могли выйти в онлайн, поиграть в игры, посмотреть новости. Их работа характеризовалась скукой, пустотой и одиночеством. И вот посреди всей этой рутины, неприглядного труда и одиночества, пастухи услышали голос с неба, увидели ангельский хор и приняли послание, что Христос родился в Вифлееме, в Яслях. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Итак, пастухи пошли в Вифлеем. Они нашли Иисуса в Яслях, в точности, как сказал им ангел. В ту ночь что-то произошло в их жизни. Тоска и рутины превратились в радость. Писание говорит, что пастухи вернулись из Вифлеема, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Пастухи нашли источник радости. Это Иисус Христос, Сын Божий. В чем ваш источник радости в это праздничное время? Подарки, которые вы получите, вечеринки, на которые пойдете. Это не настоящая радость. Радость — это внутренняя уверенность вечности с Богом, уверенность, что все будет хорошо. На это Рождество вы можете обрести истинную радость. И радость эту можно найти в Иисусе. И вот урок номер пять. Это самый важный урок, поэтому слушайте внимательно. Этот урок преподает нам Сам Иисус. Уязвимость ведет к победе. Исайя, 7 глава, 14 стих говорит. «Итак Сам Господь даст вам знамение. Сидевого чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Эммануил означает «Бог с нами». Истина в том, что Бог пришел к нам, стал одним из нас, стал уязвимым для того, чтобы спасти нас. Джей Ай Паркер сказал следующее. «Всемогущий Бог явился на землю в виде беспомощного ребенка, за которым нужно было ухаживать. Его нужно было кормить и учить говорить, как любого другого ребенка». Чем больше об этом думаешь, тем более ошеломляющим это кажется. Никакой вымысел не сравнится фантастичности с истинной воплощением. Августин сказал, «Он появился благодаря матери, которую он сотворил. Его носили руки, которые он создал. Он плакал в яслях, будучи несмышленым младенцем. Он слово, без которого все человечество было бы немым. Младенец, уязвимый и слабый в яслях, в хлеву, окруженный животными. Иисус Христос, Сын Божий». Его нужно было кормить грудью, учить ходить и разговаривать. За ним нужно ухаживать и менять пеленки. Он стал младенцем, чтобы испытать все, что испытываем мы, для того, чтобы спасти нас. Это самый важный урок для нас в это праздничное время. Только когда вы сможете стать уязвимым, вы обретете победу. Готовность Иисуса стать уязвимым, стать человеком, стать младенцем, положила начало его победе над сатаной и грехом. Она дала нам возможность иметь вечную победу во Христе. А что насчет вас? Готовы ли вы стать уязвимым, открыть свое сердце, сказать Богу о своих нуждах? Пока вы живете в гордости и жестокосердии, вы упускаете смысл Рождества. История Рождества рассказывает о смирении, прежде всего, Творец Вселенной. Сошел в ясли, смирил себя, чтобы достигнуть вас. Иисус, другое послание этой истории в том, что вы не можете пасть слишком низко. Иисус снисходит к падшим, касается их жизни. Несмотря на то, какие трудности проходите вы и ваша семья в этот период, Иисус сошел к нам, чтобы служить нам. Он исцеляет разбитые сердца, заживляет все раны. Не бойтесь быть уязвимым перед Ним. Откройте свое сердце, выскажите свои мысли. И вкратце я предлагаю повторить уроки Рождества. Они удивительны. Бог благословляет малое. Если вы угодны Господу, Его благоволение найдет нас везде и навсегда. Радость можно найти только в Иисусе. Писание учит, что когда мы ищем Его, от нас потребуются определенные усилия. Но поклонение, несомненно, того стоит. И, наконец, когда мы уязвимы и смиряем себя, когда мы признаем, что нуждаемся в Божьей помощи, мы встаем на путь, ведущий к победе. Я молюсь, чтобы Бог благословил вас на это Рождество, когда вы будете изучать эти вечные уроки, самую важную часть рождественского времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в нашей программе мы говорили о вечных уроках Рождества, о том, что мы узнаем, читая в Писании о событиях, сопровождавших рождение Иисуса. Это по-настоящему удивительная история. Бог стал человеком, младенцем, чтобы спасти нас. И если сегодня вы нуждаетесь в этом послании, вам нужно принять Иисуса как своего спасителя. Напишите мне прямо сейчас на сайте worldimpact.tv. Может быть, вам и вашей семье нужна молитва. Заходите на сайт и оставляйте свою молитвенную просьбу. Расскажите свою историю и поделитесь тем, что Бог делает вашим сердцем. И прежде всего я молюсь, чтобы истинный смысл Рождества проник сквозь суету предпраздничных дней. Вокруг нас столько шума, огней, веселья, мишуры, что иногда мы забываем о том, что по-настоящему важно. А по-настоящему важно то, что две тысячи лет назад Иисус пришел спасти нас. Я молюсь, чтобы сердце ваше наполнилось вечной радостью, которую может дать только Бог. Благодарю вас, что были сегодня с нами на нашей программе. Мы желаем вам счастливого Рождества! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрели «Мировое влияние» с доктором Билли Улсоном, президентом всемирно известного христианского университета Орла Робертса, находящегося в Талсе, штат Оклахома. Заходите на сайт ORU, чтобы узнать, как получить одну из 65 степеней по онлайн-программе или в самом университете. ORU с гордостью поддерживает движение Empower 21. В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание, и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения, и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемены формата преподавания, и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова